Здравствуйте! Вы смотрите программу специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях волонтер года Павел Бережанский. Здравствуйте, Павел! Здравствуйте, Мария! Рада вас видеть в нашей студии. Поздравляем с такой высокой победой совсем недавно. Лично вам вручил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин эту награду. Да, спасибо большое. Было, конечно, очень приятно получить эту награду. И было очень приятно, что работу нашу заметили на таком высоком уровне. Давайте подведем итоги 2021 года. Для вас и вашей семьи он был очень насыщенным и не менее успешным. Ну, действительно, 2021 год, год, когда у нас закончилась наша первая, по сути, волна, наш локдаун. Мы смогли, честно, с семьей съездить в отпуск, отдохнуть. Год был очень насыщенный, прямо начиная, наверное, с января месяца. Мы участвовали в большом количестве вообще научных каких-то проектах, в волонтерской работе. Участвовали в семейных проектах, в семейной мастерской. У нас Синеж в Солнечногорске проходит отличная семейная мастерская большая. Помимо этого, мы проводили большую работу по обучению врачей-педиатров, врачей-пульмонологов. Записывали большое количество лекций каких-то. Год получился вообще интересный, насыщенный, очень классный. Когда вы в себе почувствовали желание, силы заниматься волонтерством? Что послужило толчком? Ну, наверное, по волонтерству. Да, наверное, мы всегда занимались волонтерством. Потому что всегда, когда кому-то нужна была помощь, всегда знали, что можно ко мне обратиться. Это точно. Семья всегда тоже поддерживала, супруга моя всегда тоже поддерживает этот момент. Опять же, волонтерство – это что-то делать по велению души. Понятно, что это не за какие-то материальные блага. Очень много, и мы делаем, не знаю, много очень людей делают какие-то хорошие дела, добрые дела. И особо не рассказывают об этом, и никто не знает. Но, опять же, это делается для себя. И когда ты сделаешь, думаешь, да, вот так хорошо. Потому что мы всегда, когда выходим там, летом занимаемся пробежкой, не знаю, гуляем с детьми, по пути мы, не знаю, всегда там собираем мусор выкидывать. Но это на протяжении там уже многих лет. У нас дети то же самое сейчас идут по улице и делают то же самое. О, мусор! Подходит тоже, собирает, мы собираем, выкидываем. Опять же, ковид, вот этот вот первый период локдауна, он показал, что у нас большое количество неравнодушных людей. Очень много людей, кто готов помогать, готов помогать бескорыстно, днями, ночами разгружали те же самые фуры с продуктами, разгружали большое количество лекарств, развозили большое количество лекарств. Это очень непростая работа. Даже если взять просто наш городской округ, в нашем городском округе колоссальное количество неравнодушных людей. И самое интересное, что они все объединяются в группы, все друг другу помогают. И даже когда закончилась, по сути, первая волна, стали появляться другие волонтерские проекты по району. И мы очень рады, что вот эти волонтерские проекты выиграют премию губернатора в нашем округе. Вроде в этом году и вообще даже 10 победителей из округа. Это, конечно, очень приятно видеть. Это говорит о том, что жители наши неравнодушны и готовы всегда прийти на помощь близкому. Да, это точно так. Павел, расскажите о вашем проекте «Горячая линия для родителей». Проект возник вообще, наверное, просто так, по велению сердца. Потому что когда начался период локдауна, когда все жители у нас 65 плюс посадили на домашнюю изоляцию. А учитывая, что медицина, ну, первично-профилактическая медицина, поликлиническая у нас в большинстве своем она возрастная, все равно люди, кто там работает, это у нас или молодые, кто недавно пришел, потом большое количество людей среднего возраста мы пропускаем, его почему-то нет у нас, и дальше идут уже возрастные люди. Получается, вот большое количество людей, 55 плюс, 65 плюс, находились на домашней изоляции. Те же самые, кто на первичном зоне, кто работает на скорой. Первоначально у меня вообще идея была, строилась на том, что надо помочь врачам-участковым и скорой помощи, чтобы у них было меньше вызовов. Потому что понятно, если у человека обнаружили дома ковид, скорая должна была его взять, отвезти в стационар, провести ему КТ, и дальше решался вопрос госпитализировать или отвозить домой. То есть, каждая машина была занята длительное количество времени, а людям нужна была помощь. Здесь и сейчас. Здесь и сейчас, конечно. И в этом плане мне хотелось разгрузить врачей скорой помощи. И вторая задача, конечно же, это помочь родителям, не знаю, быть более уверенным. Потому что понятно, как всегда бывает, какие-то сложные моменты у нас происходят вечером. В 6-7 вечера, в 9 вечера, когда уже врача не вызвать, начинают звонить в скорую. Скорые все заняты и ждут очень долго обращения скорой помощи. А такие, ну, обычно беспокойства вызывают, что это у нас температура, какие-то начальные насморк, вялость ребенка, кишечные какие-то расстройства. Это вот основная причина, наверное, и обращения к участковым врачам. Потом появляется уже, может быть, кашель. И вот эти все вещи, такие как, опять же, температура, это вещи банальные, простые. Имеются четкие алгоритмы, как их сбивать, какими препаратами пользоваться. Если не сбивается, что надо делать на каждом этапе. Наверное, первые там недели две, именно с температуры, было большое количество обращений и жалоб. Ну, мы на них отвечали, каждый день было по 200, 300, 400 обращений. Мне очень помогала супруга моя. Ну, может быть, хорошо, что мы два врача-педиатра смогли помочь. Обращений было очень много, первоначально, наверное, со звеньи города. Самое интересное, что мы купили телефон, подключили телефон, написали несколько постов в социальные сети. Это Инстаграм, ВКонтакте. И сразу же пошло большое количество репостов. И со следующего дня, уже с этого дня, большое количество людей обращалось. Отвечали мы на эти вопросы, но линия расширялась. Потом стали приходить вопросы из Московской области. Потом расширялась уже на территорию нашей, наверное, необъятной родины. С Владивостока были вопросы, с Екатеринбурга, с Калининграда. И за пределами у нас приходили вопросы по здоровью из Германии, из Майами. Самые были далекие вопросы. То есть география расширилась? Расширилась прямо сильно. И получалось очень просто. У нас были вопросы. Каждую неделю я также писал отчет. Столько-то вопросов. Поэтому, поэтому, поэтому. Примерно проследить динамику. Люди, честно, большое количество сидело на самоизоляции. Меньше выходили гулять и так далее. И, наверное, через неделю, две-три жалобы на температуру стали как-то исчезать из вообще обращений. Стали появляться какие-то жалобы, там, как ребенка кормить, какие-то пищевые моменты и так далее. Потом они исчезли. И, наверное, через месяц появилось большое количество жалоб по домашнему травматизму. То есть люди уже устали дома сидеть. Уже стали за детьми, может, хуже присматривать еще что-то. Кто-то где-то стукнулся. Кто-то где-то порезался. Кто-то где-то обжегся чуть-чуть. Поэтому, но, учитывая, что у людей не было социальных контактов, жалобы на какие-то инфекционные проявления, опять же, температура, там, кашель, это, они вообще полностью исчезли через месяц. Вот таких не было. И уже появился такой травматизм и обращение по уходу за здоровыми детьми. Как водить прикормы, как за ребенком ухаживать, там, опрелости и так далее. Как сейчас работает эта горячая линия? И задействована ли она вами? Ну, смотрите, да, линию мы развивали до того момента, пока у нас был локдаун. Мне очень было приятно услышать, иногда вот были звонки у нас от фельдшеров, что мы приехали взрослому человеку забирать там его с ковидом. И нам сказали, а мы вот скорую не вызывали, мы обратились на горячую линию и все вопросы решили. И когда мне уже позвонили вот врачи и сказали, спасибо, вот это было приятно услышать. У нас были четкие разработаны вообще алгоритмы, и в соседних регионах так же получилось у людей сделать такую горячую линию. Потом звонили и говорили. То есть получилось даже масштабировать этот проект? Да, масштабировать на соседние какие-то регионы. Люди запустили, сделали. Но потом, когда у нас уже стали открыты поликлиники, по сути, все учреждения медицинские разрешили посещение, горячую линию мы эту закрыли. Потому что удаленно лечить экстренную ситуацию можно. И родителям я тоже объяснял, потому что писали постоянно тоже, когда лечишь ребенка, надо видеть ребенка. Тяжело лечить только сообщения, тяжело лечить только анализы. Нам надо лечить вот живого человека, который есть, его надо видеть. И для этого нужны, конечно, участковый педиатр, участковая служба, она и нужна. Если есть участковый педиатр свой, он знает всех своих детей, знает своих родителей, кто как болеет, кто чем болеет, кого надо чем лечить и так далее. Поэтому надо видеть ребенка, которого лечишь. Понятно, что с помощью такой службы можно снять какие-то экстренные случаи, опять же, температура, кашель, насморк и так далее. Но в тот момент этот инструмент был незаменим. Ну да, учитывая, что было, во-первых, все сидели дома, это раз. Во-вторых, врачей участковых стало немножко меньше, потому что кого-то посадили на домашнюю изоляцию. Скорые колоссально загружены. Первые два дня, конечно, я видел, сам работал участковым врачом-педиатром и видел вот это вот колоссальное количество вызовов, когда на приеме людей стало в разы меньше. Но вызовы, они увеличиваются, увеличиваются, увеличиваются. Особенно это, например, в сельской местности, где надо от одного села доехать до другого и третьего. Это очень сложно, очень много времени занимает. Когда вы подавались на премию «Волонтер года», это международная премия, в которой участвовало больше 40 стран. Была ли уверена в том, что победите? Слушайте, я вообще не подавался на премию, даже, наверное, «Волонтер года». Там премия называется «Мы вместе». И у меня даже не было мысли, что я могу дойти, не знаю, до финала и получить такую премию. Потому что мы подавали проект на премию «Мы вместе». Опять же, с возможностью его масштабировать, передать соседние регионы, может, рассказать другим волонтерским организациям. И этот проект, по сути, голосование за него проходило там 8 этапов. Там одна восьмая этапа, одна четвертая этапа и так далее. То есть большое количество оценивали. Там на одну четвертую этапу уже оценивали люди прямым голосованием. Дальше было большое количество членов жюри. Последние этапы – это был уже собирали отзывы именно от людей, которые получили помощь. Например, под конец уже создали видеоролик, который я даже сам не видел. Уже после вручения премии я увидел этот ролик, когда нашли тех людей, кому мы смогли помочь. Они записали отзыв. Это было очень приятно увидеть. И неожиданно. Очень неожиданно. Это был последний этап до финала. Дошло у нас 4 человека со всей территории России, с севера и с юга нашей страны. С какими проектами были те волонтеры, которые так же, как и вы, получили из рук президента премию? У меня проект, я делал ее, по сути, самостоятельно. Коллеги, которые были, они так же все относятся к медицинской сфере. Самое, что интересно. Но все являются кураторами региональных каких-то отделений. То есть волонтеры медика, например, Кировской области. И они делали все проекты, по сути, и раздавали продуктовые наборы, и помогали с лекарствами. То, что проводят волонтеры-медики в каждом регионе, понятно, что это очень быстро сразу масштабируется. И они просто занимались организационной работой. Может быть, вот их выбрали в финал, потому что как-то более качественно, не знаю, более налаженно, более оперативно было выполнено вот эти все задачи и моменты. Как президент оценил ваш проект и ваши труды? Во-первых, очень было приятно получить награду. Я думаю, награда, конечно, говорит сама за себя, что оценен высоко этот проект. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, Павел Ильич Иванович. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Потом мы смогли вот лично долго поговорить с Владимиром Владимировичем. Его очень интересовала вообще и медицина. И очень первый вопрос, который он мне задал, он сказал так, Паша, вот послушай, говорит, после что нам делать с педиатрической службой в России? Ну вот как вот? Говорит, ну тяжело, говорит, дается. У нас много, говорит, талантливых врачей, но все равно, говорит, их не хватает. Говорит, вот как вот быть? И вот на эту тему у нас был очень длинный и интересный разговор. Тоже у него были и предложения, что, говорит, и врачи должны изучать и иностранный язык, должны следить и за современными тенденциями. Но нужны какие-то моменты поддержки участковой службы. По сути, первичное звено, даже те же самые педиатры, которые работают в поликлиниках, но вообще для семьи и для ребенка это самый важный врач, который есть, должен наблюдать. Но это основа. Это основа. И президент сказал так же, это, говорит, основа всей медицины, говорит. И она должна работать. И вот долго мы разговаривали, у меня просто 10 лет я проработал участковым врачом, и представляю, как работа эта строится. У нас очень длинный конструктивный диалог получился. Надеюсь, дальше у нас получится интересный проект. Ну, на твой взгляд, как ты видишь развитие педиатрической службы в будущем? Вот какой бы тебе хотелось ее видеть? Идеальная педиатрическая служба. Это когда есть поликлиника. В поликлинике все ставки педиатров заняты. Нет такого, что один педиатр совмещает на один, два, три участка. Это раз. Во-вторых, мне очень хотелось бы, чтобы у педиатров, например, кто даже приходит, чтобы каждому врачу назначалось, как наставник, наверное, как куратор какой-то. Потому что когда приходят, сейчас после шестого курса, люди приходят сразу на участок и сразу попадают в бой. Поэтому им очень тяжело пристроиться. У нас, когда люди учатся в институте, очень многие, ну как, реагируют? В поликлинику. Да, в поликлинике очень тяжело. Их же на каждой кафедре пугают. Вот есть стационар, это одна работа, есть поликлиника. Вот вы туда пойдете, там прямо совсем сложно. Там вы не сможете. Ну, так оно и есть. Очень мало преподается поликлинической, наверное, какой-то вот педиатрии и так далее. Мне хотелось, чтобы человек вот пришел в поликлинику. Ну, знаю, куда он пришел, зачем он пришел. Чтобы, да, объяснить, чтобы больше поликлинической работы было, чтобы ему рассказали. Вот есть человек, который будет тебе помогать. Конкретно уже человек, который опытный, там, не знаю, может, заведующий отделения. И чтобы все моменты, какие есть по работе, он, во-первых, объяснял. В-третьих, конечно, у нас огромная проблема с профессиональным выгоранием. Пока у нас институт психологической какой-то помощи, ну, по сути, да, ментор, который помогает работать между пациентами и врачами, этот институт не развит, и его надо, конечно, развивать. Потому что очень многие врачи работают в этой рутине, и они сами не осознают, что уже есть момент какой-то выгорания. Ну, они просто делают и делают свою работу. Понятно. И момент, опять же, конечно, хотелось, чтобы врачи, не знаю, даже та же участковая служба, вот вся, чтобы они хотели получать новые знания, чтобы они, не знаю, без проблем ездили на конференции заграничные, чтобы участковая служба делала науку по поликлинической, это и выступала на международных конференциях. И вот буквально на днях была большая конференция, опять же, с президентом, с председателем правительства. И там предложили учителей, кто пишет диссертации, немножко уменьшить им количество часов работы и так далее. Мне бы хотелось, чтобы и участковая служба так же делала, потому что работы на участке колоссальное количество. Что можно сделать, как можно улучшить участковую работу. Мне хотелось так, приходишь в поликлинику, знаете, должно быть радостно, что родители сидят. Опять же, момент про родителей, это большая часть, наверное, вот участковая работа. Повышение медицинской грамотности среди родителей, среди молодых родителей, это большая вообще задача. Потому что, как показала даже та самая горячая линия, очень много, чего родители не знают, но это стандартные вещи, которые, если бы они знали, они даже, может, не обращались бы к врачу лишний раз, там где-то не вызывали его и не ходили в поликлинику, потому что все равно в поликлинике это лишние контакты. А люди болеют там, где контакты. Вот все очень просто. Вроде просто, понимаете, но сделать это сложно. Но вот, не знаю, мне хочется попробовать, хочется сделать какой-то небольшой проект, запустить его. Павел, ну я думаю, что у вас и вашей супруги обязательно все получится. С тем энтузиазмом, с которым вы подходите к каждому вашему проекту, к каждому новому делу, я думаю, вот 100% успеха обеспечено. Да, спасибо. Я желаю, чтобы у всех врачей, у всех педиатров так же горели глаза, когда они говорят о своей любимой профессии, как у вас. Спасибо. Спасибо за интервью. Еще раз поздравляем вас с премией, с этим званием «Волонтер года». Спасибо. Действительно, очень достойная и высокая награда. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Специальное интервью», оставайтесь на нашем канале. До свидания. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...